Дамы и господа, всем привет! Сегодня будем смотреть на новинку, на новую подставку, которую я заказал на GearBest. Стоила она доллар и доставка 4 цента. Пришла, кстати, довольно быстро. Ну что ж, давайте распакуем и посмотрим на нее вблизи. Нож очень острый, поэтому даже немножко блистер порезал. Не беда. Подставка очень простая, компактная, но при этом вполне себе функциональная. Давайте посмотрим, как ее можно разложить. Она имеет здесь слегка подпружиненный механизм, то есть вот эта вещь у нас подпружиненная, видите, она возвращается на свое место. И, в общем-то, благодаря этому механизму вы можете выбрать нужную вам высоту. Высота регулируется от вот такого положения, это у нас самое крайнее. Вот так вот выглядит смартфон при этом на подставке. Очень красиво и довольно устойчиво. Но, чего здесь не хватает, это прорезиненного дна. Здесь типа такие ножки есть, но они, естественно, пластиковые, штамповочка, и поэтому они дико скользкие. Эта штука вот так вот скользит по столу. Ну, хотелось бы более вот здесь вот продуманной технологии. Это можно самому сделать, сюда можно нацепить какие-то резиновые штуковины, это не вопрос. Ну, хотелось бы, чтобы это было в комплекте, но что я хочу, когда штука стоит всего лишь там доллар. И здесь тоже можно сделать что-то прорезиненное, доработать ее. Следующее положение, это у нас второе, при этом телефон более вертикальный. Ну, и третье положение, вот здесь телефон стоит уже вот таким вот образом. Это классно, это удобно, то есть смотреть на уведомления, смотреть даже просто вот, чтобы была такая подставка на столе рабочем. Да, удобно взяли телефон, поставили, и он не просто валяется на столе, занимая большую площадь, он в высоту как бы, да, занимает место. Это гораздо удобнее, если у вас, допустим, рабочее место компактное. Ну, и здесь всего три положения, поэтому сильно не разгуляешься. И теперь смотрим, как смотреть фильмы, да, на нем. То есть гораздо удобней, классно смотрится. Следующее положение, более лежачее, тоже отлично смотрится и удобно. Ну, и последнее, крайнее положение. В таком положении удобно, например, какие-то рецепты смотреть домохозяйкам. Ну, и вот так вот оно все выглядит. То есть, можете сами судить, пишите ваши мысли в комментариях, что вы думаете по поводу данной подставки. Но очень так классно, органично смотрится на рабочем столе. Что в таком режиме, что в таком. То есть, я думаю, что каждый для себя найдет какое-то определенное удобное положение. Кому интересно, где заказывал, ссылка в описании, там же будет ссылка на кэшбэк. Спасибо за внимание. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Ну, от себя скажу, что я пока доволен. Качество материала, в принципе, достойное. Он очень прочный, он не гнется. Но видно, что он толстый и такой прочненький. То есть, мне нравится качество изготовления. И в целом, конструкция сделана прочно. То есть, не боишься за нее, даже если она упадет. Так что, что вы думаете по поводу данной подставки? Всего лишь доллар, но штука очень функциональная и интересная. Есть, по-моему, даже разные расцветки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok